Всем привет, друзья! Как у вас дела? У меня дела просто замечательно, отлично, потому что сегодня я уже не страдаю синдромом картошки и мне не хочется лежать целый день. И знаете, я поняла почему? Потому что я скучала по солнцу. Посмотрите, как лучи ложатся на меня и как светло в комнате сейчас. Эти несколько дней вообще, знаете, были какие-то ужасные, потому что вообще не было солнца. Как поются песни, здесь даже солнца не видно, здесь не плавит. И до этого я уже перестала, знаете, зависеть от солнца, там ждать его и так далее. Но после того, как привыкаешь уже к солнцу, в любом случае, пока мы были в Корее, там было лето и так далее, приезжаешь и раз солнца нет. Нет, ну то есть как-то организм говорит, что такое. Вот, и поэтому у меня было такое непонятное состояние, но сегодня все отлично. Единственное, что я переживаю, что таких солнечных дней осталось поменьше, мало точнее. Еще сегодня день начинается у меня с приятностей. Я хочу распаковать посылочку, которую мне приносил курьер вчера или позавчера. Все никак не было времени показать вам, но мы уже с Каролиной это все посмотрели здесь. Я вообще очень люблю разные посылочки, распаковывать их, смотреть, разглядывать. И знаете, это, наверное, может быть, потому что в детстве мне очень мало дарили подарков именно там в классе, друзья и так далее. Только подарки были от родственников. Вот, даже на 8 марта, допустим, в школе мне практически вообще мальчики не дарили подарков. Это такой факт, да, из моей жизни. Вот, и поэтому, когда мне приходят посылочки, я вся такая довольная. Вот, но вот эта вот посылка очень крутая от Bath & Body Works. И, в общем, здесь, смотрите, свечка. Как вы наверняка знаете, у них самые крутые свечи. Хорошо, что она вот так вот завернута, потому что, ну, как бы, иначе она могла бы разбиться. Смотрите, какая она классная и большая. У них, кстати, ароматы такие натуральные, то есть нету, знаете, ощущения химозины. И мне это нравится. Пич. Здесь аромат. Как вкусно пахнет персиками! Прям вообще обалдеть, обалдеть. Она и красивая, и крышечка мне нравится. Вот, и аромат классный. Вот даже, знаете, просто если положить свечку и открыть крышку, не зажигая, уже в комнате сразу аромат такой появляется. Причем так вкусно всегда. Просто у меня была уже другая свечка. Но то я вам не показывала. Вот такая свечечка здесь, значит. Это у нас мыло, жидкое для рук. Смотрите, какая интересная здесь упаковочка. И удобный большой вот этот вот дозатор. Оно достаточно интересное, то есть такое жиденькое. Black Cherry. Вот. И здесь еще есть три вот таких антисептика для рук. Почему я радуюсь антисептикам? Потому что раньше, в принципе, я не пользовалась никогда антисептиками. И не понимала их смысла, знаете. Ну, то есть для меня понятие помыть, там, беззаразить руки, это обязательно пойти их помыть с мылом, с водой. После этого, допустим, если это было где-то в общественном туалете, нужно взять и протереть еще и дополнительно салфетку антибактериальную. Но Вика мне подсказала, что вот этими удобнее пользоваться. Я долго к ним привыкала, но сейчас у меня в сумке, вот здесь вот всегда лежит антисептик. Сейчас я даже вам свой покажу. Вот, я покупала его в Корее. Он уже потихоньку у меня кончается. Очень крутая вещь, когда вы летаете, допустим, в самолете использовать, в транспорте, да и вообще в повседневной жизни. То есть, если вы куда-то пошли, допустим, негде там помыть руки, а вы хотите перекусить или еще что-нибудь, раз взяли, обеззаразили. Да и вообще просто с собой носить обязательно это нужно, особенно для тех, у кого есть дети. У меня здесь три варианта. Это какая-то интересненькая. Смотрите, здесь внутри в бутылочке какие-то крапинки есть в составе. Ну, в принципе, здесь тоже этот пич. И это сейчас я открою. Кстати, эти санитайзеры можно вот положить в брелочек. Это Каролине, я думаю, повешу на портфель, и пусть она пользуется и носит в школу. И вот здесь, как патроны, можно перезаряжать этот брелок. А вот этот аромат, это блокчерри тоже, как мыло для рук. Вообще просто шикарно, шикарно, конечно. Вот это я сейчас же прям пойду, Каролине повешу. Я вам оставлю в описании под этим влогом ссылочку на сайт и на инстаграм. Если вам будет интересно, обязательно зайдите, посмотрите. Там много разных новинок вышло, в том числе и вот эти вот свечи. Сейчас будет актуально, потому что осень, дома хочется, чтобы вкусно пахло. Да и вообще, мне кажется, что в такое время больше начинаешь находиться дома и как-то вот наводишь уют, уют, уют повсюду. Здесь у Каролины уже висит свой брелочек, который был в комплекте с портфелем. Этот брелочек Коля сам вырезал, представляете, из металла. Здесь Лерочка и Каролина, то есть их первые буковки. Вот. И будет еще вот этот, но из-за того, что у Каролины теперь рюкзаки еще в учебнике, достаточно тяжелый стал. Хотя посмотрим. Ну пусть пока поносит, если будет слишком тяжело, то придется, наверное, снять отсюда, повесить другое место этот брелочек. Один санитайзер я уже отдала маме, а вот этот оставлю пока. Буду сама его носить. Если не успею израсходовать, то потом тоже отдам либо Сержу, либо еще кому-нибудь. И, в общем, смотрите. Я здесь начала использовать снова свой вот этот пауэрбэнк. И, если вы помните, я его покупала, получается, весной, когда была в Корее. И потом я его так раскритиковала, что он не работает, он там тусет, там... Ну, короче. В общем, потом я у Вики взяла такой же новый пауэрбэнк, но он уже был без милых вот этих рисунков всяких, а просто обычный белый. Описание то же самое, тоже там на 5000. Попользовалась, и мне так понравилось. Знаете, в каком плане? То есть он маленький, получается. Его удобно носить с собой без всяких проводов, там без ничего. Вот. Просто. И, как и оказалось, вот эти вот 5000 хватает ровно на один заряд. То есть, чтобы зарядить. Допустим, у вас 10-20, там, процентов, да, заряда. И вы где-то в дороге. Раз включили этот пауэрбэнк, и там, я не знаю, чтобы доехать до дома. Ну, вот, в экстренных ситуациях. И вот этот слой, я подумала, может, он у меня тоже так работает. Приехала домой, достала, его зарядила, и вот уже второй день тестирую. Вроде бы нормально. То есть, хватает, в принципе, там, где-то процентов на 80. Но вся прелесть в том, что его можно носить с собой, в принципе, как я и хотела, да. Потому что здесь вот проводов нет абсолютно. Просто, видимо, я привыкла пауэрбэнкам, которые как минимум 2-3 раза можно было зарядить там телефон. Плюс еще айпад заряжать. Может, поэтому мне было непривычно, и вот я ругалась. Но теперь я поняла, что вот зарядила телефон, пошла поставила на заряд пауэрбэнк. Вот так вот нужно, оказывается. Нужно, оказывается, было научиться просто понимать, как говорится, друг друга. Выставила здесь снова свой свет, штатив. В общем, нужно будет возвращаться уже в свою колею. Достала всю технику, которая у меня есть. Вот. Да, потихонечку нужно, нужно это все делать. Кстати, приходил сантехник, сделал нам горячую воду, поменял все вот эти предохранители там какие-то, регуляторы давления, еще что-то там поменял. И все сделал, теперь все отлично. Прям вообще шикарно. Серж с Каролиной ходили гулять на улицу. И только что пришли. Вы что мне купили? Принглс. Принглс взяли? А в общем, кстати, Каролина уже просит деньги на буфет. Мама, а можно я вот эту косточку сниму и буду ее носить дома? Ну, если хочешь. Ну, лучше не надо. Давай у тебя так много одежды. Иди, найди что-нибудь. Интересно. А то это сейчас расстегнешь. Маш, потом завтра с утра придется опять надевать. Без конца. Туда-сюда, туда-сюда. Мама, мне просто такая чхольная. Тепленькая, потому что. Ну, да. И дома в ней буду ходить. Не надо майку одевать. Вот что здесь купили они. Я не поняла, зачем столько много сладкого ты взял? Это ты заказала? Нет. Ну, донат сыпает. Понятно, это твои. Рыбку взял еще, Серж. Папа взял? Ну, и Принглс он мне взял еще. Признавайся, кто это все взял. Папа! Я чуть не поняла. Что здесь происходит? Твоя мужа хочет уже на нас накормить. Повар принялся за дело. Наконец-то. Сейчас покажет нам, Серж. Мастер-класс. Как нужно рубить шампиньоны. Что ты болтаешь? Он соломинку делает, извините. Нет, просто мы заняты были там туда-сюда. Потом... Что ты, Серж? А, я думала, почему ты кушать хочешь? Ты же сегодня на тренировку ходила. Поэтому у тебя больше сегодня, да? Он хочет по себе покушать и лечь. Да у меня лицо что-то горит. Лицо горит? Кто-то тебя материт. Да? Не знаю. В общем, короче, сегодня мама должна была готовить курицу с грибами и с картошкой. Но Серж решил это сделать сам. Почему? Проголодался. Но мы не стали сопротивляться. Да. Сопротивление бесполезно. В итоге завтра какие у нас планы? Без истерики и обмана. Смотрите, какие у меня классные линзы. Какой классный макияж. Я вот смотрю, смотрю, и мне нравится, как вот этот цвет смотрится на мне. Да и вообще, в принципе, как выглядят линзы. У меня, конечно же, они с диоптриями. Потому что у меня зрение плохое. В общем, короче, я сейчас пошла, заглянула в свой гардероб. И думаю, как-то прохладненько. Нужно посмотреть, может, какие-то у меня там свитеры есть. Ну, потеплее. То, что у меня только там была летняя и весенняя одежда. Даже осенней толком не было. С длинным рукавом вообще там не было. А то, что было, я уже тысячу раз надевала. Уже все надоело. Вот. И пошла, нашла вот этот свитерок. В прошлом году заказывала уже в конце сезона. И, по-моему, я его ни разу так и не надевала в прошлом году. Но зато сейчас я его надела так круто, что он у меня есть. Кстати, спрашиваю, почему я не показываю маму? А я тутоньки. Туточки я, туточки. Просто до этого, ну, как бы, не было случая, как говорится. Кстати, завтра мама уезжает по делам. Она пару дней, серж ее с утреца, отвезет на Курский вокзал. Курский вокзал. Слушай, у меня голова, как этот, блин, шар от боулинга. Огромная стала. Сейчас я принесу микрофон, будешь петь, а то, говорю, петь не умеешь. Да нет, не будешь, не будешь. Что там? Идет процесс? Конечно. Я уже даже сама захотела кушать. Это что такое? Это Каролина сказала, что ты купил. Да, это ее купил. Зачем? На кассе там партии по 25 рублей. Для чая? Да. На кассе по 25 рублей. Это ты когда была в последний раз в магазине? Сникер сейчас сколько стоит? Это да, вот сейчас по 25 рублей стоит. Экшен? Акция? Да. Мы Каролине поселили на ее кровати термоматрасик, но ей все равно нравится отдыхать у нас в комнате. Объясни, почему? Просто каролина хочет. Грибочки-то уже почти готовы. Серж тут набирает нам чимчи, который мама делала. В общем, из редиски она решила такой сделать, а из редиски вот такой. Слушай, я так поняла наоборот. Хотя я покупала, чтобы из этого сделать салат, а из этого сделать с водой. И я каждый день ем вот такой перец. Почти, да, при каждом приеме пищи. Какой ты резкий. Как пуля резкий. Все, мы сейчас будем кушать и пить чай. У-у-у, холодно. Дом из-за строя, но я в ум один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер с теми стучится в окно. Плачет опять надо мной. В общем, короче, я сейчас пела песни с микрофоном. И мама вспомнила, что я люблю петь Витаса. И она говорит, Димаш такой красивый. И так хорошо поет. Да? Да. Вообще такой. Залипает на его выступление на Ютьюбе. На Ютьюбе. И сам красивый такой. Димаш из Казахстана. Да, я вообще казахстанцев люблю. Этот, он красавец. Красавец, Димаш. Вита тоже его любит. Димаш. А вот он, кстати. Нет в нем изъяна, никакого. Сергей тоже одно время на него залипал. Это феномен, да? Хорошо. Что это ты присел? Что за папарацци? В Позе Лотоса присел. Кстати, вот это твоя на руку. Ты забыл про нее? В общем, знаете, что я хотела вам рассказать? Серж у меня уже второй день спрашивает, где мои трусы? Мы в Корее... Нет, я не знаю. Зачем мне нужно прятать твои трусы? В общем, Серж в Корее купил себе там упаковку трусов. Красивые какие-то там, что-то, что-то. Потом я ему еще подарила Томми Халфайгер, кстати. А, Халфигер. Правильно мне написали в комментариях. Томми просто. Томми Халфигер, вот так правильно. Томми. И на какой-то еще слог. Ну, в общем, короче, я ему еще покупала, вот помните, подарила тоже. И какие-то из трусов новых причем. Просто потерялись. Вроде он все паковал, паковал в чемоданы. И непонятно где. Вот просто. И Серж, в отличие от меня, уже сколько раз ты уже в зал ходил? Уже несколько раз. Вот ходит регулярно на тренировки, в отличие от меня, да. Хотя, кстати, сегодня ровно неделя, как мы прилетели. Прикинь. И ты уже несколько раз ходил в зал. Ты делаешь успехи. И Каролина там сидит на кухне, пьет Несквик, который мы ей покупали, чтобы она носила в школу. Но так как сейчас выходные, эти вкусняшки просто не дожили до этого. Не доживают. И она говорит, чтобы мы ей уже начали давать деньги на буфет. Ну, то есть она просто сказала, как вариант. Хотя детям уже давно дают там деньги на буфет. Ну, из класса имеется в виду Каролина. Просто мы же позже приехали. И... Ну, я подумала, пока еще рано. Пусть хотя бы немножко там адаптируется. Ну, как оказалось, конечно, плюсом было то, что Каролина ходила туда на нулевые курсы. Нулевые курсы. На нулевой класс. И, как таковой, адаптации у нее нет. Поэтому она может спокойно пойти в столовую. Единственное, что будет, проблема, наверное, с ценами. Ладно, там, если, допустим, что-то стоит 50-30 рублей. Я не была в столовой, в буфете. Я не знаю, как там продают. Но вдруг там будет, как у нас любят, там, допустим, 25 рублей 90 копеек. Ну, вот, типа того. Ну, хотя я ей буду давать, допустим, какую-то там сумму, чтобы она что-то выбрала. А потом кассирша там, кассир, сказала бы, на это денег хватит, на это не хватит. Как-то вот так вот ее сориентировала. Вот, не знаю, как это организовать. Напишите внизу в комментариях о своем опыте, когда уже вам начали давать деньги на буфет. Или же когда вы стали давать своим детям деньги на буфет. Потому что мне мама давала деньги еще с 4-х лет. Мы с Викой умели покупать. Сейчас немножко, видимо, времена сменились. Че, да, мне с 4-х лет давали. Я в школу пошла вообще. Знаешь почему? Открою тебе секрет. Я в школу пошла только потому, что Вике давали деньги на буфет, а мне не давали. И мама сказала, если я пойду в школу, тогда тебе будем давать деньги на буфет. В итоге я специально пошла с 5 лет. Понял? С 5 лет пошла в школу, чтобы просто мне давали деньги. Вот такая я была, да. Дура. Вот сейчас я уже буду заканчивать этот влог. Обязательно ставьте пальчик вверх. Смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. Подписывайтесь на канал. И увидимся с вами уже завтра. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok